В Западно-Казахстанской области полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции завершили более 206 тысяч человек. Это значит, что более половины западно-казахстанцев имеют определенную защиту от коварной болезни. Но риск заразиться ковидом среди вакцинированных все-таки есть. В управлении здравоохранения подчеркнули, что сейчас в реанимации находятся два вакцинированных пациента. Вирус опасен и непредсказуем. Об этом уже не раз говорили специалисты. Новые штаммы COVID-19 более агрессивны и тяжелее поддаются излечению. Медики отметили, что за последние две недели уровень заболеваемости коронавирусной инфекции снизился почти на 20%. Были закрыты более 200 карантинных и инфекционных коек. В данный момент их количество снизилось до 930, на которых лечатся 272 пациента. Люди, которые получили полный курс вакцинации, также могут заболеть, так как вакцинация 100% не защищает. У данных людей течение заболевания идет в более легкой форме или средней степени тяжести. Статистически на сегодняшний день у нас в реанимации находится 24 пациента. Из них вакцинированных, которые полный курс получили, двое. Они находятся на неинвазивной вентиляции легких. В данный момент Западно-Казахстанская область находится в так называемой желтой зоне. С начала года от коронавируса скончались 622 западно-казахстанца. Поэтому расслабляться ни в коем случае нельзя. С 1 октября выявлено 55 человек с красным и желтым статусами проекта АШИК, которые пытались пройти в общественные заведения. С 1 октября по области зарегистрировано 758 случаев. Из них 611 человек – это больные, непривитые. То есть 81% составил непривитые населения, часто болеют, заражаются коронавирусной инфекцией. С 1 октября по области зарегистрировано 135 случаев заболевания среди учеников и 31 случаев среди учителей. Уже в конце ноября в Казахстане могут начать ревакцинацию от коронавирусной инфекции. В числе первых, кто получит повторную прививку – медики, педагоги и сотрудники силовых структур. Роман Копняев, АБЛАДЖГПАР Александр Грабарев, ТДК 42.